Ну вот, не лучшая ситуация и в столице. 40% домов в главном городе страны заражены клопами, утверждают специалисты. Паразиты не щадят никого, кусают и детей, и взрослых. Как с ними бороться и откуда такое нашествие насекомых, выяснял Асхатнязов. Если бы не снег, можно было подумать, что это прогулка по каким-нибудь бразильским фавелам. Нет, это не знаменитые трущобы Южной Америки. Это общежития в столице Казахстана. Таких по городу много. Именно здесь поселились наши сегодняшние герои. Это клопы, да? Это у нас взрослые клопы уже. Они мертвые? А нет, один живой. В этом общежитии уже проводилась дезинфекция, но она не помогла. Нужно пройтись еще точечно по комнатам. Так что встречайте. Тяжелая работа? Ну, как сказать, иногда есть, бывает, потому что работаем респиратором, всякими тяжелыми работами, предметами. То есть дышать просто трудно, да? Да, получается дышать трудно. А сколько занимает примерно одна процедура, то есть одну комнату? Если в среднем посчитать, от 20 до 40 минут у нас идет обработка полностью, первичная и вторичная. В день на одного специалиста получается 7-8 заказов ежедневно. А всего компания, где работает Серик, проводит 20 выездов в день. Еще бы. По данным специалистов, 40% жилых домов Нур-Султана заражены клопами. Причем паразиты обитают не только в домах, так скажем, эконом-класса. В элитных ЖК тоже есть клопы. Они могут попасть в дорогие квартиры через ту же мебель, которая хранится на складах. И даже если самих клопов на ней не будет, то там могут быть личинки. Клопы у нас активны полночи, час ночи, потому что когда человек спит, то есть у нас комната тишина, ночью активируется час ночи, и человек, когда спит, выделяет свое тепло, выделяет из тела. Поэтому они протягиваются и начинают кусать. Особенно начинают кусать они из детей, потому что у них кожа идет нежная, мягкая. Почему же такой наплыв клопов именно в Нур-Султане? Все просто. Это столица. Во-первых, сюда приезжают со всех стран разнорабочие, которые, будем честными, не всегда опрятно выглядят, и вредители могут спрятаться в одежде. Еще одна причина и опять же, потому что столица, здесь много съемных квартир, где арендаторы обычно ненадолго задерживаются и за квартирами чаще всего не ухаживают. Так что совет от специалистов. Не запускайте свой дом. При малейшем подозрении вызывайте охотников за клопами, потому что практика показывает своими силами проблему не решить. Асхат Нязов, Новорызбазаров, Хабар, 24.